Айдер Муждабаев, журналист Крымско-Татарского телеканала АТР. Айдер, ты с нами? С вами, с вами. Привет. Айдер, привет. Вот, смотри, такая свежая новость. Хотел услышать твой комментарий о том, что якобы российские власти возобновили просьбы о переговорах с Украиной после того, как США и союзники приняли решение о масштабных поставках танков и бронетехники для возможного наступления в СССР весной. Тезис о том, что Москва отказывается от диалога, ложь, заявил глава МИДа Российской Федерации Сергей Лавров в интервью «России-24». Ну, я думаю, нет никакого значения, что они говорят. Это вполне может означать совершенно противоположное. Я думаю, что их единственная задача сейчас это тянуть. Они играют перед новым наступлением, которое они запланировали. Они играют, они что-то там себе пытаются выкрутить. Кого-то обмануть, вести в заблуждение. Я думаю, что это просто введение в заблуждение. Они будут готовы до переговоров, до любых переговоров, включая с капитуляции, но после только масштабного военного поражения. Пока у них все хитрости. Я не верю ни одному этому слову. В принципе. Я не говорю про то, что они нужны, эти переговоры. Но я не верю в принципе тому, что они что-то могут там такое. Это просто для своих. Но для своих они всегда готовы. Для своих они и украинцы братьями называют. Убивают и называют братьями. Это же интервью, понятно, там вообще как бы пропагандистскому изданию. Ну, телевидение. Ну, точно так же, как вы обсуждали, я смотрел ваш уже второй такой эфир тройной с Сергеем Высоцким, моим коллегам на телеканале Прямой, нашим товарищем Аркадием Бабченко и тобой, где вы обсуждали заявление российского посольства в посольстве в Египте. То есть, по поводу того, что это за война, за что она, собственно, идет, о танках Бундесвера, которые пошли вновь на Россию, где будут, собственно, воевать и те, которые в свое время колонизировали Америку и уничтожили кучу индейцев, собственно. Вот такая риторика сейчас слышна от российских дипломатов. Ну, смотри, мне вот, к несчастью, достаточно много лет, уже 50, я прекрасно помню, что в Америке негров линчуют, я прекрасно помню эту фразу, я никогда не употребил в жизни слово негр, никогда, это просто цитата. Ну, да, конечно, ну, а что еще можно предъявить? Единственное, что я понимаю, на кого это рассчитано, они как бы пытаются распаривать всемирную вот эту шизофреническую болезнь, которая называется антиамериканизм, американофобия, как угодно назови. Этой болезнью болеют многие народы, общество, скажем так. Они очень на турецком направлении хорошо работают в плане того объяснения, что Америка враг. Правда, тогда непонятно, кто Россия, вообще непонятно, кто хотел захватить Босфор и Дарданеллы в 45-м году, и только после поражения Японии, как бы, Трумэн переубедил Сталина, что не нужно брать проливы. А так бы Турция начиналась, может, от Анкары, Турецкая республика. А может быть, ее вообще бы не было бы. Он зашел бы с двух сторон и просто бы захватил эту страну. Тогда у него была такая возможность, и армия была большая. И мой лично брат моей бабушки готовился к вторжению в Болгарии. Он был в летной части, в той части, где служил на Кожедуб. Четырежды герой, кажется, Советского Союза, или трижды. И они готовили карты, все. Он был картографом авиационным. Потом их отпустили осенью, когда поняли, что не надо нападать на Турцию. Сталин передумал. Но Турецкая республика, самим существованием, обязана на Соединенном Штатах Америки. Невозможно ни один раз. Я только один могу сказать по личному опыту, что я знаю, какие планы были у него. Планы на проливы у Путина остаются. Но я думаю, что кто-то в турецком руководстве подозревает, что знает об этом, догадывается. Но публичная риторика антиамериканская, она модная в Турции. Она модная, допустим, в странах Латинской Америки. Бразилия, Аргентине, неожидурюши про Боливию и так далее. Венесуэлла и все-таки прочие, где ливастся сильно. Но они живут такое впечатление, что Европа жила в начале прошлого века, 100 лет назад. Все были социал-демократами, социалистами всяким. Из чего потом вырос, естественно, с одной стороны, сталинизм, ленинизм, сталинизм. А с другой стороны, нацизм. Со всеми извращениями. Но вот на это рассчитано. Это не египетские, не в Египте, конечно. Это все тянется из Москвы. Это понятно. Раскол мира против Америки. Если Америка за Украину, значит, Украина не права. Потому что Америка это империя, а мы борющиеся за свободу народа. Вот такая вот идеология. Но примитивно, как тыква. Но, к сожалению. Примитивно, на самом деле. Но это и позволяет им выдавать себя в роли жертвы. То есть, как бы, а это не Украина жертва, а они жертвы. Потому что России не дают спокойно убивать там Мариуполе, в Буче и так далее. На что у них есть полное, суверенное право. Как у страны, которая имеет и должна иметь свои зоны влияния. У Америки есть своя зона влияния. Это доктрина Монро, которая позволяет Америке, допустим, как Россия утверждает, еще с каких-то 60-х, 70-х, 80-х годов устраивать разные там перевороты. Помним все и Сандинисты, помним Панаму какой-то год. Я в школе тогда еще учился в 90-й год. Гренада, остров и так далее. Куба, разумеется, и так далее. То есть, дайте нам убивать точно так же, как американцы это делают. Собственно, вот это главная их линия. Но вот смотри, когда мы говорим про леваков, на самом деле, не надо путать либеральную демократию с леватством. Вот недавно такой достаточно, ну, скажем так, контроверсийный персонаж Славой Жижек. Я думаю, ты знаешь, да, такого славянского философа? Нет, не знаю. Славой Жижек очень известный. Вот он говорит, что, да, то, что он видит сейчас со стороны Путина, это как раз именно использование всех этих антиколониальных слоганов с тем, чтобы выстроить какое-то подобие такого антилиберального, глобального альянса, интернационала, если хочешь. Причем он вне идеологии, по сути. То есть, и ультраправый Трамп и Ижи с ним, и ультралевый. Вот ты упомянул тот же Лула, который пришел сейчас к власти в Бразилии. Очень-очень-очень сомнительное делает заявление, еще до его избрания. А его предшественник, откровенный фашист Бульсунаро, тоже не сильно отличался, даже в худшую сторону, может быть, отличался. Но оба они сохраняют вот такую иллюзию о том, что Россия все-таки это их естественный союзник в борьбе против американского засилья. Вот насколько ты считаешь, все-таки сейчас у Путина есть, Путин оправдан в своем оптимизме, что ему, что он на правильном пути, и что вот такой интернационал, это вполне реализуемая затея. Я думаю, это нереализуемая затея, потому что, во-первых, все эти люди, которых перечислил, они ссыкуны. Это очень точное определение Ласип-Путровянского, относительно всех прихильников русского фашизма. Они ссыкуны. Дальше трындежа они не пойдут. Потом они очень любят деньги. Все вот эти, как я всегда помню, все вот эти антиколониалисты, которые дорвались до власти, поборов проклятую Америку, Запад и так далее, они крайне невероятны, как любят деньги. Вот это просто только давай. А в реальности ничего они не сделают. Америка и Евросоюз, это база их вообще развития. Куда они все продают? Куда они продают свой рапс? Куда они продают, я не буду все из страны перечислять, что они там выращивают, да? Ну, например, там Южная Америка или Индия. Куда они это все продают? Все понятно, куда. Туда же, куда и Китай. Поэтому для того, чтобы встать открыто в коалицию с Путиным, нужно сойти с ума. Но я думаю, что Путин не даст никому встать с собой в коалицию, потому что даже этот Лула, или как там его и все эти люди, они все равно боятся. Они же свою ссыкливость показывают тем, что они говорят, ну нет, чужие территории захватывать нехорошо, границы должны быть нерушимы. То есть при всем антиамериканизме, они все оговариваются, что территориальная ценность Украины, да, 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 мы ничего для этого не делаем, чтобы остановить нарушение территориальной ценности, но они как бы ритуально заявляют Америке на всякий случай, там, да, конечно, проклятая Америка, сволочи, гады, капиталисты, индейцев, всех негров линчуют, индейцев убили, свобода Леонардо Пилтиеру, там, да. А с другой стороны, мы свои. Мы свои, у нас много рапса, много, значит, это, что там еще там в Бразилии, в Аргентине, мяса. Вот, пожалуйста, нас не обижайте, мы хотим с вами проговорить. Это такая история. То есть они, я думаю, они все в той или иной мере, ну, я, может быть, не Бразилию имею в виду, она большая, богатая страна, вот, но какие-то поменьше страны, да, которые присягают Путину или там, ну, Индия, это совсем отдельно, это самая большая демократия мира считается. Да, там тоже, я не упомянул, антиамериканизм серьезнейший. Вот, значит, антиколонаризм, вот это и так далее. Но они все равно, так или иначе, они хотят денег от Путина. Они видят, что с этого, значит, барана можно еще что-то состричь. Вот, пока. Индия стрижет там сырье, забивая все склады, там, перерабатывает и так далее. Нефть, газ, да. Ну, да, это подло, да, это цинизм, да, это во время геноцидов заниматься торговлей с рейхом. Это подло. Но они прикрываются тем, как раз русской пропагандой, что это никакой не геноцид, это русские защищают русскоязычных методом уничтожения десятков городов и сотен тысяч жителей и миллионов беженцев. Вот так вот, да, вот такие борьбы с колонаризмом в самом разгаре. Но когда у тебя в голове бабки исключительно, ты, значит, найдешь себе оправдание, и они этим занимаются. Они вот все эти Никарагу и так далее, это все в подсос просто. Это такое, ну, знаешь, вот когда к такому, ну, к умирающему миллионеру приходят проститутки молодые. Вот, понимаешь, это то же самое. Ой, а у дядечки ты еще смотри, он еще в состоянии там швырнуть пачку денег там вот сюда-сюда. Пошли, пошли там Машка, Наташка, давайте к этому самому к авторитету какому-нибудь сходим, да. Может, там что-то перепадет нам, да. Вот, ну, вот это такое же поведение абсолютно, я прошу прощения, лядское. Все. Ну, если мы говорим об этом лядском поведении, то вот, опять вспоминаю, уже не первый раз за эту неделю, но вот состоялась такая австро-венгерская пресс-конференция, буквально австро-венгерская, напоминает, разумеется, эту империю, которая распалась примерно в том же, в то же время, что распалась и предыдущая инкарнация Российской империи. Так вот, и австрияки, и венгрии заявили на этой конференции, что ради избежания эскалации не будут давать оружие Украине. А вот, и Орбан, а Орбан продолжает ретранслировать тезы Кремля о том, что, собственно, НАТО будет так или иначе вовлечено в войну прямым образом самым. Ну, и вот, также его тезы о том, что российская армия традиционно слабо начинает, но когда уже разогналась, то остановить ее просто невозможно. Вот, Айдер, а вот что бы ты посоветовал бы ребятам, сидящим в Брюсселе, что сделать с такими игроками, как Венгрия, которая, ну, судя по всему, нет инструментов как-то влиять на этого человека, все-таки он, хоть и не супервлиятельный в Европе, что касается размера Венгрии, но явно вредит нашему общему делу. Ну, есть такая поговорка русская, даже кажется, мал плоп да вонюч, да? Вот, ну, что с ним делать? Вот, когда создаются такие вот эти союзы все, да, они были созданы романтиками какими-то, что не предусмотрено ни наказаний, не предусмотрено ни вышвыривания из клуба. Но если человек ходил в какое-то заведение, вел себя прилично, потом начинает пьянствовать, блевать, извините, там, да, бить морды кому-то, ну, все, дверь закрыта, до свидания, исправишься, посмотрим, там, и так далее. Он совершенно ведет себя не как европеец. Это вассал Путина, это судимый на трибунале международном после окончания этой войны. Это однозначно человек, купленный Путиным со всей его верхушкой, со всеми этими сияртами, со всей этой сволочью пророссийской. Просто я их сволочью спокойно называю и расистами, потому что идет геноцид. Это я, слава богу, не слава богу, но я видел, что они сотворили с теми территориями, на которых они воевали коллеги, которые не захватывали, да, и которые еще хотят, мечтают захватить, да. Вот, а это про величие русских, это тоже все, это старые песни, это все, это все из учебников Геббельса, это все вообще из учебников каких-то таких лохматых, да. То, что они это повторяют, они повторяют это, ну, это же продиктовано из Москвы, ну, что ты нам рассказываешь, что там ты нового, все эти трамповские, ядерная война, за 24 часа закончу войну, все эти Илона Маска, эти потуги, какие-то извилины пошевелить в эту сторону, да, но это просто выглядит, как чистая пропаганда, это чистое русское ИПСО, чистое просто вообще. Ну да, вот опять, это вот мы про страны с тобой говорили, да, страны-содержантки, а это политики-содержантки, вот и все. Они тоже самое, пришли со стола, последние крошки, значит, да, вот там закатилось 100 долларов, завалилось за диван, давай их залезь, это самое, достань, может завтра еще пойдем к нему, если он не сдохнет, завтра, еще нам что-то даст, мы еще попали, что тут на столе побухаем и так далее, вот как вот там папика, вот вся история, она такая, что делать, ну надо закладывать механизмы исключения, должны быть четкие критерии исключения, четкие критерии исключения, да просто большинством голосов, или двумя третями, Евросоюз, чтобы исключил Евгению, пусть идет с сербами, торгует, пожалуйста, пусть прекратит получать дотации эти многомиллионные, страна, которая практически живет за счет Европейского Союза. Ну а нет, они тоже работают, конечно, я понимаю, но это настолько, если она выйдет из ЕС, это будут такие для нее проблемы для Венгрии экономические, да, что было бы элементарно щелчком пальцем прекратить эти издевательства, эти называть Украину Афганистаном, еще как-то, еще чем-то. Потому что понятно, что в случае, если бы Путин дошел там до границы Венгрии, Венгрия с удовольствием вышла из ЕС, сама бы, и оккупировала часть территории Украины, и сказала Евросоюзу, все, мы теперь с Россией и братья навек, два фашистских государства, в Венгрии не привыкать в такие союзы вступать, да. Австро-Венгрия, ну, конечно, вообще-то это была единственная более-менее приличная империя, ну, последняя своей стадии на территории Европы, единственная, которая пыталась спастись, демократизующаяся, да, демократизируясь, но нифига тут, конечно, тоже не получилось, а сейчас эти остатки, да, опять-таки, причем, просто там очень много денег русских, Австрия, там ты не пройдешь по улице, чтобы не встретить русских в самом широком ассортименте, это невероятный просто ужас, я там находиться не мог, да, в Венгрии чуть поспокойнее, там все-таки больше местных, да, там, но, вот, а остальные, Австрия, это вообще жуть, это, ну, слушайте, мы же помним этих свадебных министерств, там, которые танцевали с Путиным, все эти заявления, да, если бы Путин разбомбил хотя бы одно село, так как он разбомбил, там, расхерачил кучу, не кучу, плохое слово, никак от Кацавского не избавлюсь, значит, множество городов и сел Украины просто в руины, в Сталинград, да, если бы вот хотя бы одно, одно село где-нибудь в Австрии или в Венгрии так сравняли бы с землей, я бы посмотрел на этих сволочей, чтобы они своему народу объясняли, как оно, как у Путин хорошее и так далее, вот, просто это не с ними происходит, они мерзавцы, мерзавцы и преступники, так и надо к ним относиться, так и надо им в глаза говорить, вот я видел, как ты разговаривал с этим подонком, вот так и надо с ними Ты про кого? Ты про Оливера Стоуна, небось? Ну, конечно, это же мерзавец, который просто сиську России-матушки изо рта не вынимает, просто уже двадцатилетиями какими-то, это личный друг Путина, это его содержант, это его наложник, вот, и так далее Да, надо им называть вещи своими именами, а чего стесняться-то, тем более ты блестящий, владеешь английским языком, говорим все в лицо, называть своими именами, у нас геноцид происходит, у нас огромные территории страны лишены жизни, обезжизнили, миллионы беженцев и так далее, на ком вы тут рассуждаете, что вы тут нам рассказываете, что мы должны тут сдаться, чтобы вся страна так выглядела, да, а потом к вам придут, вот, слава богу, есть народы, которые это понимают, как Словакия или Чехия поляки, ну, общество более зрелое, видимо, не знаю, может быть, более пострадавшее, прошедшее что-то в своей истории, что они выбирают нормальных политиков и так далее, вот, ну, а есть нации, которых вот не коснулась война, вот, как Турция, например, Вторая мировая война и не коснулась, Америка спасла, там, Венгрия коснулась, но там какой-то особый климат, наверное, слишком много термальной воды, может быть, там как-то перегрев какой-то происходит время от времени. Страна красивая, я обожаю Венгрию, и, кстати говоря, вот, кто имеет дело с проукраинскими венгерами, все говорят, что это лучшие люди вообще на земле, что это они так помогают и так далее, и так далее, но, видимо, не они определяют судьбу политики, и вообще там очень постаревшее население, молодежь уезжает, я это давно уже знал, и этот, эти подонки путинские, они просто пользуются пожилым населением, у которых какие-то фантомные воспоминания про Советский Союз, плюс, наверное, про социалистический лагерь, про зарплату, пенсию там и так далее, какую-нибудь, да, и вот, и плюс сюда же он наложил, конечно, и Великую Венгрию от моря на море, видел эти карты в Венгрии, там, наш южный город Белград, наш южная столица Белград, ну идите воюйте, что вы сидите дома-то, отвоюйте в Румынии, повоюйте с румынами, повоюйте с сербами, в путь, что вы сидите, молчите, а нет, потому что опять, ссыкливы, они ссыкливы, вот, и они просто будут доить эту Россию до конца, а потом будут делать вид, что, ну вот, мы же мира хотели такие, да, но, мне кажется, такие рукописи не горят в итоге. Айвер, в целом, как ты сейчас рассчитываешь в контексте вот заявлений наших представителей, представителей ГУР, Минобороны Украины о том, что Россия готовится к новой попытке массированного наступления, захвата востока страны, так или иначе, вот, об этом говорят все, что вот оно уже готовится, когда непонятно, может, это будет приуроченных первой годовщине, кто-то говорит, что Путину глубоко вообще безразлично до символизма разных дат, но Европа, вот, судя по новым, вновь объявленным поставкам вооружения, их количество, их качество, то есть, ну, на твой взгляд, продемонстрировало решение идти с Путиным до конца, то есть, поменяло свое отношение от не дадим Украине проиграть до сделаем так, чтобы Россия убедительно проиграла? Ну, они, конечно, хотят, чтобы руками украинцев и европейцев, чтобы руками украинцев, ценой украинских жизней и героизма и здоровья наших солдат, офицеров и генералов, российская армия была разбита. Конечно, они это хотят. Конечно, цель такая, чтобы российская армия понесла сокрушительное поражение, которое станет очевидным там и для внутри России, вот, и не внутри России, чтобы потом с этим делом не очень показано представлять себе, но, конечно, они хотят сокрушительного поражения. Конечно, это и в этом их цель. Иначе бы не хотели, танки не давали, потому что танки это специфическое оружие, да, которое рассчитано, в общем, на наступательные операции. Танк — это необоронительная история. Значит, плюс самолеты будут, наверное, и так далее. А то, что они будут пытаться, конечно, будут пытаться. Я вот разную аналитику слушаю. Я вот тут по войне-то не очень котелок у меня варит. Поэтому я разговариваю с людьми, которые профессиональнее меня, с военными, с людьми, которые бывшие военные и так далее. Они-то тоже там несколько сценариев называют. Но опять, сейчас же идет война нервов, сейчас идет война времени, война нервов. Сейчас и в том числе и то, что наши говорят, и представители власти и так далее. Я вполне допускаю, что это может быть тоже частью плана обмануть врага. Дать ему поверить, что мы ждем вот этого, а на самом деле будет вот это. Но я думаю, что... То есть война — это всегда так. Это правило этой игры. Потому что неожиданность и обман врага — это и есть большие котлы, это и есть сотни тысяч пленных, это и есть, собственно говоря, победа. Если врага не обманешь, в том числе информационную, то ничего этого не будет. Но я надеюсь, наверное, я уверен, что западные разведки, все собранные в единый центр, они, наверное, лучше знают, и наша разведка тоже, они обмениваются уже информацией о том, где реально, что они могут сделать, а где они что блефуют, да. Где реально, там вот недавно Гурс сообщал, что Путин поставил задачу на Марту захватить Донбасс. Ну вот он может кинуть там, допустим, ну опять, он может и на Киев пойти. Что ему под хвост попадет, вот, как вот, если такая поговорка опять, как от Сапска, никак я не избавлюсь. Это пережитки, крепостничество, как вот моего несчастного детства вообще. Ужас. Не, ну смотри, да, действительно, то есть насколько более, менее вероятным, скажем, менее вероятным есть сейчас наступление Путина на Киев, чем это было 24 февраля, когда, ну, большинство, вот, сидящих в Украине, и не только, просто исключали такой вариант, как абсолютно суицидальный, тем не менее, это произошло. Ну вот по поводу планов все-таки врага и возможности Украины отвоевать территорию, твой родной Крым. Украинская армия вряд ли может отвоевать аннексированный Крым у российских войск в ближайшее будущем. Такой оценкой выступили четыре высокопоставленных чиновников Минобороны США на закрытом брифинге в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам. И вот в Пентагоне уверен, что если Украина решится на операцию по возвращению Крыма, не может гарантировать себе успех. Не исключают, но считают маловероятным. Что это за сигнал такой, то есть, как ты думаешь, может быть, все-таки для Америки является красной линией, как и для Путина, освобождение Украиной Крыма? Нет, я не думаю, стратегически нет, потому что оставлять Крым Россией, это оставлять бомбу под своим домом, под европейским. Это немыслимая история, он будет реализировать весь регион, он за Азовское море захватил фактически, черная часть моря захватил, Черного моря, дальше будет манипулировать потоками грузов, там в любой момент нападать, в любой момент обстреливать. Нет, конечно, Крым стратегически должен быть освобожден, я думаю, что американцы тоже все понимают, но без этого просто невозможно усмирение буйных. А то, что генералы выступали по данным издания, политика где-то, но военные в ответственных странах никогда не бьют себя в грудь до синяков, они никогда не говорят вот это, давайте вот это. Они же не популисты, не политики, которые военные всегда планируют по минимуму, потому что если ты планируешь по минимуму, рассказываешь по минимуму, то тем больше будет у тебя заслуга почести, если будут более успешные действия. А вот если ты военный, ты начинаешь блефовать, а потом это все получается в обратную сторону, то тогда ты не серьезный человек. А военные, американские серьезные люди, поэтому они как бы стратегически правильно закладываются на всякие возможные обстоятельства. И потом у меня, если честно, тоже нет, когда мне спрашивают, там, вот когда Крым, да, это я создал, скомпоновал эту фразу, в следующем году будешь в сарае, да. Но это отнюдь не означает, что я там буду где-то ходить и рассказывать, как нашим вооруженным силам, значит, идите и возьмите мне Крым. Кто-то засранец какой-то сидит, кто-то рассуждает. Да, это вопрос жизни и смерти, это вопрос стратегического планирования, вопрос силы нашего войска. Куда я буду лезть? Да, я хочу вернуться в Крым. Конечно, хочу. Но это не значит, что я буду рассказывать про сроки. Вообще разговор о сроках на войне, он самый бестолковый, он самый манипулятивный. Когда начинают говорить о сроках, ну ты сидел там в Атамакопе, ты руководил вот этой группировкой на Бахманском направлении, да. Ты руководил обороной Авдеевке, ты вообще знаешь, что это такое? Что столько стоит продвижение на километры, в ту или в другую сторону, да, где нужно отойти, чтобы сохранить оружие там людей, где не нужно отойти, да, где нужно контратаковать. Кто ты такой, чтобы это рассуждать? Я никогда себе таких вещей не позволяю. Да, конечно, Крым-сербет-саладжак, Крым будет освобожден. Это тоже эти две фразы, кстати, хорошо, что их повторяет президент Украины. Они правильные, хорошие фразы. Но когда это произойдет, это дело вооруженных сил, планирование генералов, в том числе и натовских генералов, которые нашим помогают, наверное, как я полагаю. Вот, я думаю, что два таких неглупых, мягко говоря, человека, как заложенные имели, они что-то там обсудили месяц назад, по-моему, да, они собирались в Польше. Вот, и, наверное, не нам тут им советовать. Генералы на слушании сказали то, что должны были сказать военные, которые, там, так сказать, не бухие в бане, там, залезают на стол и орут там ура, фюрер, а как эти, вот, нормальные, вменяемые военные в демократии. Айвер, ну что ты скажешь в целом вообще о том, что вот по прогнозам того же агентства Блумберг у России на введение нынешних боевых действий в том или ином, в той или иной степени интенсивности хватит еще запаса прочности на три года. Ну, мне кажется, ну, очевидно, что если нет массового голода, для Путина все, любые варианты нормально, да, если это черта бедности, ну кто, когда вообще там о людях заботился в Кремле. А МВФ считает, что в 20-м году российскую экономику ожидает рост на 0,3 процента. Это, на самом деле, их корректировка предыдущих прогнозов, которые предсказывали падение, падение на 2,3. То есть, эта разница получается в 2,6. Ну, феноменальная разница. Удручающие для нас цифры, несмотря на то, что вот мы слышим, что и цена на газ упала, и нефть продается с большой скидкой, и газовый шантаж провалился. Тем не менее, запас прочности есть. Путин уверен в том, что он может мобилизировать сколько он захочет, ничего ему не грозит. Вот как дальше жить с таким соседом? Ну, так же, как жить, жили с Германией, когда Гитлер там все эти годы надеялся на контратаку, на победу, и у него тоже экономика работала. Это позор, что оказывается, западные санкции с рекордом в каком-то количестве не работают. Значит, значит, Китаю, Индии или каким-то другим странам, еще каким-то прокладкам легко их обходить. Значит, эти санкции нужно усиливать. Значит, там, комиссии санкционные надо работать. Ну, это провал просто, настоящий провал, потому что, ну, какой рост экономики может быть в санкционной стране под беспрецедентными санкциями? Значит, они, эти санкции процентов на 80 обходят. Вот и все. И это нужно анализировать, менять немедленно, потому что без экономического давления тяжелее были с ними воевать. Живут они очень хорошо, на самом деле. Никогда они так хорошо не жили. И экономически, ну, как я никакого там голода не вижу, все у них есть. Да, там, может, говеного качества что-то где-то, да, но они не привыкать, в принципе. Вот, там всегда было менее вкусно, чем в Украине, там, например, продукты, да. Ну, да, они откуда-то в других стран завозят, но ничего, это не критично. Критично надо, ситуация должна быть доведена до 89-го года. Вот тогда санкции сработали. Вот. А если так не будет, то, как бы, внутреннего фронта Путина не получит. Не то, что фронт, а ослабление внутреннего. Ну, какая разница, ну, погибло, так, 500 тысяч, да хоть миллион. Вот. И у меня в холодильнике есть колбаса, водка, закуска. Вот. Все нормально. Да, это ужасно, то, что какой-то еще экономический рост у них может быть. На Олимпиаду их там зовут. Какие-то спортсмены совсем уже отдурели. Там в России и Беларуси половина спортсменов, эти олимпийские, офицеры вооруженных сил террористических стран, которые ведут войну. Какие могут быть там, я не знаю. Что они должны сделать, чтобы взяли на Олимпиаду там? Украинский флаг поцеловать? Что? Да они поцелуют хоть задницу. Айтер, а быстро позволь мне вставить вопросик по этому поводу, потому что я действительно об этом сейчас много думаю и обсуждаю с коллегами. Украина уже в лице нашего министра странных дел, прекрасного Дмитра Кулебы, разумеется, уже на всех парах запустила собственно эту миссию не допустить спортсменов Беларуси и России до Олимпийских игр. Но тем не менее, это может произойти. Руководство абсолютно коррумпированное, очевидное, проплаченное россиянами. Руководство МОК отказывается это делать. Ну вот смотри, если на бойкот этих игр не пойдут, как это было в Олимпийских играх в Москве в 80-м году западные страны, вот что бы ты советовал? То есть Украине, должна ли Украина сама в одностороннем порядке себя исключить из этих игр? Безусловно, должна. Но когда я сказал, что они готовы хоть записывать, я имею в виду, что вот эта хитрость, хитрожопость всего российского, она известна. Они для пользы дела могут кем угодно прикинуться. И может им там родное ФСБ, они могут временно уволиться из вооруженных сил, они могут там даже что-то подписать, такой против войны. А потом вернуться с этими медалями, развернуть этот флаг российский, пройтись по Москве, поорать в славу фюреру и так далее. Миллион раз это было. Но, слушайте, люди, которые украли целую Олимпиаду в Сочи, всю ее фальсифицировали. Какое возвращение? Какие-то спортсмены. Если нет, если ты просто имеешь русский паспорт, а всю жизнь живешь там не в России, никогда не поддерживал, не участвовал и так далее, в штучном каком-то режиме это можно рассматривать просто под лупой со всеми там, не знаю, какими-то такими, ну а вот так вот открывать шлюз и давайте мы там офицера Центральной спортивной клуба армии, давайте Машу тут вот это, Наташу и Васю и Федю допустим. Ну нет, конечно. И я думаю, что веса слова Украины хватит, чтобы мог опять-таки ссыкливый, купленный всегда. Вот я просто знаю, как они покупали, это просто мрак был, вот этот МОК, вот, как и ФИФА. Но я думаю, что они не посмеют этого сделать. Ну а если посмеют, конечно, да, ну а что нам, что нам терять? Что неужели мы будем соревноваться с белорусами и русскими на одной олимпиаде? Но я думаю, что Запад поставит МОК на место. Это МОК там в принципе, там их сажать нужно, это просто реальные коррупционеры страшные. Просто они пользуются статусом общественной организации. Вот. Типа, знаешь, что хотим, то творим, да. Такая общественная организация, да. Но правда берут деньги, они берут там и государство почему-то. Айдер, смотри, пока мы с тобой говорили, вот мне редактора прислали новость, мы это ждали, ждали. Приближали это как могли в 80-летие победы в Сталинской битве. И на эти церемонии в Волгограде прилетел Путин. Я знаю, что вы вот как раз в этом своем тройном стриме, о котором я говорил с Муждабаем Высоцким, говорили об этом. И ты там отметил несколько исторических параллелей и вообще приветствовал, да, вот именно эти исторические параллели. Почему это может быть позитивным для нас, вот такое вот победобесие в Волгограде? Вот можешь поделиться с нашими зрителями? Ну, потому что Путин просто себя ведет сейчас точно так же, как Гитлер после поражения Москвой. Вот, он собирает силы, он хочет отрезать снабжение, там он мечтает, значит, победить, навалиться, значит, и вот Германия великая сейчас там и так далее, и так далее. Но на самом деле это просто, да, он накачивает свои массы, своих военных, да, Саленграду. На самом деле это вот, он просто находится с другой стороны сейчас, в этой Саленградской битве, вот, и он бросит туда все эти дивизии, все, что может бросить, а закончится все это пленением Паулюса. Вот и все. Только Паулюс будет такой, немножко другой, немножко такой, ну, такой. Герасимов, ты имеешь в виду? Не немецкий Паулюс. Герасимов, ты имеешь в виду? Ну, не знаю, кто там, кто там из них первые, так сказать. Причем Герасимов ходит по лезвию ножа, он, собственно, очень близко подошел к этому, его чуть не грохнули, да, когда он в последний раз приезжал на оккупированную территорию Украины. Но там, понимаешь, это очень рискованно, то ли убьют, то ли изнасилуют кадыровцы. У русского военного очень тревожная судьба в Украине. Кругом опасности, кругом нужно, не значит, с какой стороны прикрываться. Айдер, вот буквально на последние пару минут у нас есть, я знаю, ты комментируешь вот это вот, мы, в принципе, не особо касаемся внутренних дел Украины, но очень нельзя, конечно же, и полностью проигнарировать целую такую череду просто повальные увольнения, да, в ключевых министерствах, даже поговаривают, что и министра обороны Резника могут подвинуть там на Минюст и так далее. Вот я знаю, ты комментировал в своем телеграм-канале, как ты видишь, в каком ключе ты видишь сейчас этот феномен, понимая, что, разумеется, наши недруги украинские будут это использовать в своей риторике, тот же так, как Карлсон, абсолютно токсичный телеведущий американского телеканала Fox News, уже которое время ретранслирует тезы Кремля о том, что Украина и коррумпирована, и вообще ее возглавляет тиран, коррупционер, и т.д. и т.п. Ну, я действительно не комментирую внутриукраинские дела, стараюсь не комментировать, комментирую их без имен и фамилий. Я просто одну простую мысль скажу, что, и мы это все, наверное, понимаем уже, может быть, не все коррупционеры, считай, и поняли, что у нас нет уже никаких коррупционеров, эта эпоха закончилась, у нас есть мародеры, которые воруют, пытаются обмануть свою армию, или свой народ, или как угодно на этом нажиться, на чем угодно, на генераторах, по каким делам там проходит еще, что-то по броникам я слышал, какие-то есть, я читал, вот, уголовные подозрения, да, подозрения, вот, вот, ну, конкретно каждый должен отвечать, но это совершенно не отменяет того вещи, того, что там у нас, я не могу сказать, что там у нас все коррумпировано кругом, там, и так далее, и так далее, ничего такого, конечно, нет, есть, безусловно, люди с психологией мародера, да, но надо с ними расправляться законным образом, вот, и они еще должны благодарить, что они в тюрьму сядут, дай бог, потому что все остальные варианты для них хуже, потому что коррупция в войне это мародерство, мародер для человека, который воюет, это, ну, такой же враг, это враг со спины, поэтому то, что их сажают, это их, можно сказать, спасают еще, вот, они должны, спасибо, говорят, они этого не поймут никогда, а что до кадровых перестановок, это пусть военно-политический руководство думает, кто на каком месте важнее, и так далее, и так далее, единственное, что по одному персонажу могу прокомментировать, просто я был в шоке в абсолютном, когда узнал, что господин по фамилии Лиев занимался, там, заместителем, начальником, я, кстати, он даже был у меня несколько лет назад в программе на прямом канале с Тарасом Березовцом в Зевике, показался очень хорошим малым, я тебе скажу. Он прекрасный малый, я хочу его похвалить, вот, прямо на русском языке, похвала им будет звучать прекрасно, отчаянно боролся с гражданской блокадой Крыма в 15-м году, сколько он прекрасных написал текстов, правда, большинство этих текстов я почему-то не могу найти в интернете, но я их прекрасно помню, какие мы были экстремисты, неправильно делали мы, крымские татары, там, всякие, там, украинские, наверное, и самые всякие, вот, ну, понимаешь, понимаешь, да, расшатывали ситуацию в оккупированном Крыму, ну, в украинском Крыму, жители, которым нужно всячески поддерживать, значит, и протягивать им руку, ногу, там, и все остальные части тела, вот, сейчас, если бы он просто взял и прочитал свои статьи вслух, то, что он тогда читал, да, ну, просто не надо ничего, ты же сам это писал, ты возьми и прочитай, я тогда открыто, я всегда все делаю открыто, ничего подковерного, я прямо писал, что Александр, Лиев говорит, чушь, что он борется с блокадой Крыма, а если бы не было блокады Крыма, я вообще бы не знаю, что сейчас было, там по 700 фур в день въезжало на территорию, на оккупированную территорию, а все вообще в шоколаде было, такие взятки предлагали, там, и с той, и с этой стороны пытались все это снести. Закончилось это тем, что, ну, вот, Лиев боролся, как бы, ртом и пером с блокадой Крыма, а потом прислали Киеву с сотней автоматчиков, и они пытались, там, это можно посмотреть в интернете, посмотреть штурм блокады Крыма, видео, одно короткое, если три минуты, а другое 30 минут, как позор происходил в день гибности, когда годовщина Майдана была в 15-м году, да, вот, вторая, поэтому и был митинг, значит, и в Киеве, в центре города, и все эти решения о штурме блокады были отменены, но я же не забыл манипуляторов, которые, фактически, я не забыл это ничего, я, потому что прекрасно, мы воспринимали этих людей, как людей, которые, как бы, пекутся об оккупантах, об их, там было, не помню, что вот он конкретно писал, но лейтмотив был такой, а хотя, значит, радикалы-экстремисты блокируют Крым, в Крыму будут умирать новорожденные в роддомах без электричества украинского, значит, будут умирать бабушки и дедушки, значит, будут, Запорожская АЭС будет взорвется из-за того, что не будет поставлять энергии в Крым, кстати, что сейчас Запорожская АЭС, вот, она, по-моему, никуда не поставляет энергии и не взорвалась, да, и это произошло во многом из-за того, кстати говоря, что вот эти борцы с блокадой Крыма, тогдашние, они проникли в органы власти и, видимо, влияли на принятие решений и не было создан на перешейке надлежащее подразделение, которое не пропустило бы, значит, вот эту, вот эту поездку в Херсон и в сторону Мариуполя, но это другой уже разговор, но я думаю, что вот влияние вот этих людей, подобных людей, которые, а, еще все должны были фермеры херсонские оботкрутиться из-за того, что нельзя в Крым продавать ничего. Кстати, что сейчас с херсонскими фермерами, как у них бизнес нормально идет? Вот, и все одесские тоже предприятия тоже должны все пойти по миру, и тысячи безработных, они снесут власть в Украине, они там, ничего из этого не произошло, ни одна сволочь за это, за нужно заканчивать, я подытожу, я с тобой солидарен, на самом деле, вот это вот вычищение авгивых конюшен, ну, опять-таки, либо это по зову гражданского общества наших антикоррупционеров, неважно, это очень смелый шаг, так или иначе, не забываем, что и вот олигарха, которого многие подозревали в том, что он, собственно, привел к власти нынешнего президента украинского Коломойского, у него состоялись обыски, и это вот как раз и есть глоток свежайшего воздуха, вот то, что мы видим, и в отличие от России, где недавно передавали, в том числе и РБК, о том, что есть основания утверждать, что на этой войне наживаются патрушевы, Ротенберги, Шойгу и так далее, и мы можем быть стопроцентно уверены, что покуда они остаются лояльными с Путину, ничего, ни за какую коррупцию с ними не будет, а Украина показывает совершенно другой подход, и это не может не радовать. Айдер, спасибо большое. Ну да, то есть нельзя сравнивать Украину и Россию, это манипуляция, это на такое способны только свиньи Трампа, больше никто. Лучше не скажет. И приравненные к милиции. Друзья, подписывайтесь на и телеграм-канал, и ютуб-канал Айдера Муждабаева. Айдер, дякую тебе, спасибо, дружи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok